С самого утра на стадионе Десногорска царила оживленная атмосфера и рекой лились казачьи песни. Казарла впервые проводилась за пределами Кубани. Это стало возможным благодаря поддержке администрации Десногорска, депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко, филиала АО «Концерн Росэнергоатом Смоленской атомной станции» и Десногорского хуторского казачьего общества Смоленского отдела Центрального казачьего войска. Благословить и осветить это мероприятие пригласили отца Виталия. Ведь казачий народ не только охраняет память предков и чтит русские обычаи, но и передает из поколения в поколение свою веру в Бога. Команды из восьми регионов приехали, чтобы принять участие в Пластунском многоборье, конной эстафете, метании пик, показать свое владение кнутом и нагайкой. Гостей из Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Ярославской, Тульской и Смоленской области приветствовал глава города Андрей Шубин. Я хочу вам пожелать удачи, счастья, здоровья и всего самого хорошего. Разрешите этнические казачьи игры считать открытыми. Начались соревнования с рубки шашкой. Задача непростая и требует особой сноровки. Стоит стоечка, наверху бутылочка. Шашечкой должны рубить так, чтобы бутылка оставалась на стойке и не шаталась и не падала. Чем больше срубишь, тем лучше. Этот масштабный проект объединил в себе не только потомственных и вновь вступивших казаков, но и десногорских юнормейцев. Ребята наравне со всеми с честью прошли все испытания. Оценивал участников межрегиональных казачьих игр главный судья, член правления федерации, руководитель группы регионов федерации по рубке шашкой казарла Александр Селянин. Судья, он как механизм, он должен быть полностью, ну, он должен оценивать умения спортсмена без взятости. Соревнования продолжались целый день. Участники преодолевали полосу препятствий, перетягивали канат, стреляли из настоящего оружия и на скорость собирали автомат. И несмотря на холодную и ветреную погоду, все участники казачьих игр показали блестящий результат. Победителем 14-х межрегиональных казачьих игр стал казак из Ярославля и получил заслуженную золотую медаль и кованую шашку. Я очень рад, что мы победили. Слава Богу, что мы казаки. Они развивают физические навыки и в дальнейшем это поможет нам, потому что я уверен, что многие из нас пойдут в дальнейшем в военную направленность. И, как говорят сами казаки, друг для друга они не соперники, а в первую очередь братья. Вот и победе юного казака из Ярославля они радовались всем казачьим содружествам. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.